Продолжаем работать в прямом эфире. Прямо сейчас поговорим о сегодняшнем поджоге или случайном возгорании на улице Говорова киоска. Что это было, попробуем выяснить прямо сейчас с гостем, который стал невольным очевидцем этого события. Владислав Болинский, гражданский активист. Приветствуем вас, Владислав. Давайте посмотрим, что и вы наснимали, в том числе, как произошло и что произошло на улице Говорова. Давайте посмотрим материал и вернемся к обсуждению. Поджог или случайность? Около 4 часов утра загорелись киоски на пересечении улиц Академической и Маршала Говорова. Пострадали 4 торговых точки с игрушками, пивом, кофе и продуктами. Уже с утра предприниматели начали расчищать остатки своих павильонов. По неподтвержденным данным, из-за короткого замыкания в одном из магазинов загорелась кофемашина. Детали происшествия уточняются. За полгода все укладывалось сюда. 7 месяцев, все сюда, сюда, сюда. Что, как, еще подбивать не подбивали, потому что на развитие работали. Так, напомню нашим телезрителям, что у нас проходит голосование. Вот совсем скоро подведем его итоги. Вы можете в нем принять участие. Остается немного времени. Звучит оно так. Расстрельный список журналистов. Три варианта ответа. Это реальная угроза. Это блеф. Это провокация. Провокация. Владислав, возвращаемся к этому инциденту. Не будем давать ему характеристику. Хотя, возможно, вы уже определили, что произошло. Расскажите, как вообще вы там оказались и как вы увидели происходящее? Или вы уже увидели пасфактум? Да, я увидел уже пасфактум. Дело в том, что в связи с Днем защиты окружающей среды, сегодня Международный день защиты окружающей среды, у меня был эфир на Медиаинформа, находится как раз в этом районе. Я возвращался и увидел уже последствия пожара. Ну, как говорят уже довольно иронично в комментариях в соцсетях, самовзгорание самостроя. Ну, очевидно, что данная торговая точка часовоспоруда была сооружена на зеленой зоне, на клумбе, фактически на вазоне. И очевидно, что таким образом делается по всему городу это возведение. Вот сейчас по улице Говорова, чуть дальше, к углу, ближе, появились тоже целый ряд торговых точек и так далее. Вероятно, не всем жителям нравится такое размещение прямо под окнами, потому что такие торговые точки не оборудованы ни канализацией, ну и так далее. И все это происходит во дворах или под окнами людей в том числе. Что касается данной ситуации, после того, как я, ну, скажем так, осмотрел место пожара, я увидел, да, что довольно скоро, судя по этапу возгорания, приехала ГСЧС и затушила. Но, тем не менее, конструкция пострадала очень сильно, и полностью весь товар выгорел. Фактически, ну, все, что находилось внутри. И я увидел, что, очевидно, это был поджог, поскольку одно из окон было повреждено явно до начала возгорания, поскольку на сколах стекла есть следы закопчения и так далее. То есть, похоже на то, что был вброшен с лицевой, с фасадной части коктейль Молотова. Вы в своем стриме об этом и говорили, когда там оказались. Ничего не поменялось, да? Вот версия никакая другая. Вы знаете, ну, на самом деле, я потом подумал, что могли на начальном этапе разбить стекло, собственно, ГСЧС во время тушения. И еще возгорание было внутри. И, в общем-то, пришло к таким же последствиям. То есть, точно так же сколы были бы закопчены и так далее. Поэтому не исключено, что поджог совершился методом забрызгивания через заднюю стенку в подкрышное пространство, поскольку можно распылить аэрозоль. И там место такое довольно закрытое со всех сторон. Вот. И, ну, четко видно, где в каком месте произошло воспламенение. Вот там, где прогорание сэндвич-панели у задней стены, там, собственно, и есть очаг пожара. И либо это вот таким образом, запрыскиванием под крышу, ну, либо это действительно было короткое замыкание, либо воспламенение кофемашины, как сказал инспектор, да, вероятно. Потому что как раз в том месте, в углу, остатки сгоревшие, как раз у места очага пожара, остатки сгоревшие кофемашины. То есть, вот пока вот такие два варианта – поджог, либо возгорание. Но хочу сказать, что однозначно состояние проводки не соответствует требованиям техники пожарной безопасности. Вся проводка проведена была открытым типом непосредственно на стропилах деревянных перекрытия, без изоляции, без металлической гофры и так далее, что, в принципе, запрещено по закону. Сигнализация там была установлена, и сигнализация сработала, на что приехала служба охраны и вызвала уже… Ну, то есть, сигнализация, которая призвана обеспечить безопасность, а не пожарная. Да, то есть, была противопожарная сигнализация, которая среагировала на дым и так далее. Просто вопрос в том, что в таких случаях возгорание происходит настолько быстро и распространение огня, что речь идет о минутах. Там вот спустя, к примеру, 4 минуты приехала служба охраны, увидела пожар, вызвала ГСЧС, ну, вот через 10 минут, в общем-то, затушили, и это хорошо, потому что рядом расположен жилой дом, рядом расположены деревья, которые могли пострадать и так далее. То есть, открытое пламя не повредило близлежащие строения, что, в принципе, тоже могло быть. Да, вот такая ситуация. Я думаю, что квалификацию и оценку дадут и правоохранительные органы, и, возможно, экспертиза ГСЧС. ГСЧС, на ваш взгляд, если это поджог, то что это происходит? Возможно, опять же, всякое бывает в Одессе, и передел собственности, и зоны влияния в каких-то локальных участках, которые привлекательны для торговли. Либо что это? Либо действительно ваш вариант, который, вы сказали, просто мешает людям или обзор, или занимает зеленую зону? Ну, смотрите, мы же как общественная организация постоянно об этом говорим. Мы говорим постоянно, что уничтожаются зеленые насаждения. Это противозаконно, по сути, да, потому что есть зеленая зона, которая по закону о благоустройстве должна оставаться зеленой, на нее должны выделяться деньги из городского бюджета, на содержание этой зеленой зоны и так далее. И это соответствует запросам горожан, потому что людям где-то надо гулять с детьми, гулять, да, собачек выгуливать, я не знаю, в конце концов, должны быть расположены скамейки. Вместо этого мы получаем вот такие торговые площадя, которые, кстати, вот эти предприниматели несчастные, которые сейчас пострадали, ведь это, ну, это серьезные деньги. Они очень серьезные деньги, там исчисляются тысячами долларов, уплачивали за аренду вот этого вот, ну, незаконного, как мы уже сейчас понимаем, павильона, поскольку это не может называться темчасовой спорудой. Во-первых, ее площадь превышает 20 квадратных метров, во-вторых, как мы видим, она расположена на бетонном основании, залитом. То есть, по сути, здесь необходимо поднимать вопрос, его должен был бы поднять ГАЗ, вот, или с точки зрения законности, или городские службы о том, что это противозаконно, это нарушает целый ряд законов, закон о благоустройстве, природоохранное законодательство, и еще много и много, это раз. И второе, то, что это не соответствует запросам горожан. То есть, вот такие вот будки, бучонки и так далее, они, во-первых, занимают территорию, во-вторых, ну, вот куда ходят в туалет, вот эти... Большой вопрос. Большой вопрос. Как обычно у нас бывает, после подобных случаев, возможно ли какие-то массовые проверки, нацеленные на инспекцию подобных мафов? Ну, понимаете, тут вопрос, предприниматели, которые платят большие деньги за аренду этих площадей, они же не являются, как бы, даже собственниками, грубо говоря, этих будок. Это решает господин Мышьянов. Это коррупционная схема. Из города утекают миллионы и миллионы бюджетных денег, бюджетных средств. Поэтому, если предприниматели сами заинтересованные будут провести такую проверку, хотя, опять же, а кто будет нести ответственность? Вероятно, что эту сигнализацию они сами монтировали за свои средства. Понимаете? Потому что, то есть, здесь необходимо ставить вопрос и в том числе экологической безопасности, города и вопрос к городским службам и к ГАСКу о том, что вот такие будки, они нарушают целый ряд законов и представляют собой опасность для граждан, потому что, вот, ну, кто там соблюдает технику пожарной безопасности? Да, вот открытым путем проложена проводка, либо это было замыкание, электрооборудование внутри и так далее. Сигнализация просто не в состоянии, как бы, по времени сработки и так далее, обеспечить пожаротушение. Могли пострадать люди, могло возгореться близлежащее здание и так далее. Никто системы активного пожаротушения в таких бутчонках устанавливать не будет. Это я вам уже говорю. Ну, понятно, но реальность все-таки наша такова, что такие торговые точки есть, и очевидно, что они будут еще очень долгое время. очевидно, что есть, вероятно, конкуренция все-таки на этом рынке. Люди должны ведь работать? Конечно, конечно, люди должны работать. И у нас довольно-таки… Придумают другой формат. Нет, да. Возможно, изменят, видоизменят форму того, где они занимаются деятелем. Давайте с вами посмотрим. Дело в том, что, как я уже говорил, аренда таких площадей, она мега дорогая. И, возможно, предпринимателям дешевле было бы снимать первые этажи зданий с переоборудованием и так далее. Вы понимаете, такие запросы на такого рода помещения, он, в принципе, отсутствует. Я это говорю почему. Вы проедете, очень большое количество вновь построенных торговых павильонов пустует. Написано, сдам в аренду по улице Армейской и так далее. Можете позвонить и услышать расценки на такие площадя, торговые площадя. То есть, это коррупционогенный, однозначно, бизнес господина Мышьянова, в который включены целый ряд чиновников городских, которые просто растекаются по карманам. И он замыкается, да, на ряд людей. Но в данном случае война кого с кем? Я просто не вижу, что предприниматели будут друг с другом воевать. Но это вряд ли. Скорее, здесь… То есть, все-таки здесь не умышленный поджог? Нет, нет, я как раз считаю, что это умышленный поджог. Я считаю, что это умышленный поджог. Ну, потому что, ну, извините, если каждый день появляются новые-новые будки… Ну, выходит, тогда предприниматели друг с другом… Нет, я считаю, что этот поджог был совершен возмущенными горожанами. Правда? Да. Да. Ну, услышим мы, возможно, версию следствия по этому вопросу. Вы произнесли фразу «война кого с кем?». Есть ли у вас ответ на этот вопрос? Война кого с кем сегодня произошла с участием пострадавшего в одной истории? Это Виталий Устименко. Война, в данном случае, коррупции с патриотизмом. Виталий Устименко, вы сами знаете, что это человек, который абсолютно из патриотических побуждений, с желанием строить новую Украину, отстаивает интересы и громады, и государственные интересы, я имею в виду, по борьбе с коррупцией. И если вы помните события по защите территории Гурсада, летнего театра и война по отстаиванию парковых зон, пляжей, склонов и так далее, это то, чем занимается Виталий. И в данном случае ведь надо говорить не о единичном нападении на человека, это система, которая работает… На Виталия тоже нападали до этого? На Виталия до этого тоже нападали, также нападали на Светлану Подпалу, если вы помните, нападали… Нет, это мы помним, мы вот говорим конкретно про Виталия сейчас у Стина. Да, да, я об этом и говорю, то есть это система, которая работает против деятельности журналистов и людей, которые занимаются коррупцией. Мы понимаем, что сегодня полиция квалифицирует дело как попытку убийства, замах на житие. Ну, однозначно, потому что характер нанесенных повреждений говорит о том, что человека пытались убить, у него ранения ножевые заточкой, в общем-то, потому что проколы небольшие в области почки и очень серьёзная травма, черепно-мозговая травма, рассечения головы в области виска. То есть обычно такие повреждения говорят о том, что человека хотели убить. Серьёзные намерения, да? Да, да. Поэтому это попытка запугателей, попытка, то есть как-то, ну, в общем, целый ряд может быть, но факт остаётся фактом. Кроме его деятельности публичной, никаких не было бытовых конфликтов? Нет, нет, конечно, это исключено. Виталик, в принципе, не конфликтный человек. Более того, единственное, чем он занимался, как я уже говорю, и это его позиция. Он занимался журналистикой, хотя почему-то этого стеснялся. Вы знаете, его работа на суспильном телевидении, и его работа как члена Рады при НАБУ, она, в общем-то, и городской власти, и… Так он только, только же вот попал в список членов Рады при НАБУ? Вот только? Ну, да, он попал в список членов Рады. Я об этом и говорю. Но это могло послужить, вы считаете? Конечно, могло. Но дело в том, что была же предыстория… Так он же ещё ничего не успел сделать. Нет, ну как же, была предыстория его работы при этой Раде, то есть он не был фактическим членом избранным, но он же работал, он представлял здесь эту организацию. Ну, да, будем смотреть, как дальше будет следствие идти. Действительно, пусть выздоравливает это… Да, Криша, выздоровление. Вас благодарим, Владислав, что нашли сегодня время обсудить эти темы. Владислав Болинский, гражданский активист, был у нас в гостях. Подводим итоги. Голосование, в котором вы принимали участие, напомню, как оно звучало, расстрельный список журналистов, так называемый расстрельный список. Это и три варианта ответа в соответствии с голосами, которые отображены в процентах. Реальная угроза – 45%, блеф – 23% и провокация – 32%. На этом у нас всё. Передаем финальное слово с выпуском новостей Али Есиной. Мы увидимся, как всегда, завтра в 15.00. Хорошего вечера. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова